Я руководитель направления безопасности в торговой сети. Если я узнаю, что кто-то выставляет просрочку назад, человек выйдет с позором из компании. Вы не заинтересованы в реализации просрочек? Конечно. Почему вы заинтересованы в реализации просрочек? Кто-то пытается на сокрытие продать просроченное, это только и на страх, потому что робот наругает. Хорошо. А почему просрочка есть на реализации? Потому что не хватает людей, видимо. Слушайте, но если такое возникает, если вдруг просрочка обнаруживается, скорее всего, только в этом парке. Других иных я не понимаю, не вижу. Торговая сеть «пятерочка», даже в случае, если покупателю товар не понравится, сможет обернуть деньги без чек и без товара. Еще раз говорю, мы открыты для гостей полностью, мы открыты для того, чтобы люди нам начали доверять. Мы не преследуем, мы не преследуем цели заниматься продажей просроченного товара. Это противозаконно раз. Во-вторых, с такой репутацией компании, которая продает просрочкой, мы не сможем существовать на таком крутом городе, как и все равно. И если там, не знаю, может быть, допускается, если это допускается, кто-то там что-то вовремя не снял, и, не дай бог, это как подойдет потребитель, ответственность принесут все. Я в любой сейчас магазин «пятерочка» могу найти, зайти и я найду. Мы начали пени меры. Я прям при вас, у нас с вами будет, прям сразу ставит обращение на человека. По текущей остановке, да, могу точно сказать, что есть определенные проблемы с персоналом, не до шага. Может быть, люди просто реально не успевают. Но мы не преследуем цели продавать просроченный продакт продукции. Вот, начнем теперь отсюда отрицать. Смотрите, предложение такое. Мы, как волонтеры, я не знаю, Владимир Владимирович, мы вместе, как волонтеры, вот мы зашли. Ну, скажи один, зашел, магазин «пятерочка», любой, не знаю, может, вы скажете, какой особенно проблемный магазин. Я зашел в магазин, нашел просрочку, я проверяю полностью, то есть я весь магазин проверяю. Не просто я зашел в отдел, мне вот это надо, я все отделы проверяю, то есть я снял, к примеру, всю просрочку. Сложнее такое, я его покупаю и делаю возврат. А вот найденную просрочку, ну, некачественную, там, развакуум, ну, хорошо, вы не продадите, там, эту просрочку, либо, да, как магазин «пятерочка». Ну, у нас, смотрите, у нас есть определенные, там, контрактные договоренности, есть подрядчик, который это выкупает, там, в месяц платит 1000 рублей компании, он это покупает, там, в дальнейшей реализации, на фермах и не знаю, как это делать. В ереванах и так далее. Я не знаю. Ну, я знаю. Ну, может быть. В ресторанах и так далее, то есть оно все равно попадает в пищу людям. Ну, я не говорю, что вы об этом знаете, значит, что вы что-то знаете. Ну, я этого не знаю, значит, я об этом не проверю, пока сегодня что-то не узнаю, я такой человек. Ну, я понимаю. А я не хочу, чтобы просрочка оказалась в пище у людей. Ну, согласен. Вот. Вот такой вариант. Согласен. Ну, вариант, а вот предложение. То есть я пишу, полностью проверил весь магазин, снял с реализации, весь некачественный просрочный штаб, ну, некачественный, это разбавка, да, у меня-то и в банке, знаете, что нельзя бомбажировать. Ну, конечно. То есть снял, взял все, приобрел, и вы мне сделали возврат, но товар, вернее, это не товар уже, а продвоза. Но мы этот товар сможем только утилизировать, если хотите, по вашему желанию. У меня нет времени взять утилизацию. Это раз. Два. Мы не будем отдавать вам этот товар. А я могу купить, забрать, упаковки пустые вам отдать, и вы мне обязаны сделать возврат. Значит, мы сделаем возврат. У нас ничего не стоит сделать, мы сделаем возврат и накажем еще при этом всех сотрудников лица или директора магазина тоже. Чего я говорю? Мы против торговли просроченными продукциями. Но вы же торгуете. Кто торгует? Ну, вы только что сказали, что у вас есть договоренность, человек тысячу рублей в месяц платит, и вы продаете просрочек. Слушайте, это законом не запрещено. Продавать просрочку? Это именно пищевые отходы. Мы торгуем пищевыми отходами. Мы торгуем пищевыми отходами. Согласно договору. Вам договор можно показать еще? Ну, я думаю, это не нужно. То есть, просрочка пищевых отходов. И вы нам отказываете... Мы продаем пищевые отходы организации, которые нас на покупают. Это насильно тому, что люди занимаются, грубо говоря, вывозом пищевого отхода. У них организация животноводческая? Ну да. Пищевые отходы не приобретают у нас. Могу еще раз повторить. Мы на то, чтобы как-то возвратом давать вам... Точно это никто делать не будет. Что касается приобретения, да, ну, с нашей стороны, значит, поработаем с магазином, поработаем с персоналом магазин. Линейный персонал, значит, ну, обучен линейный персонал, чтобы они на 4-ти годности проверяли товар, перепродажный. Если я взял товар с прилавка, я взял отцепь на покупку. И вы обязаны мне его продать, и мне уже абсолютно без разницы. Видите вы на кассе сроки или нет? Я уже его приобрел, если я имею цепь, оплатите. Товар еще наш до тех пор, пока он мне не будет оплачивать. Нет, у меня в керешке, он уже мой. Да, может, с вами касса принесите. Кто-то не знает. Что это значит? Ну, может, вы на синий, у вас же пенис есть международным. Правильно? Ну, вот же он есть. Почему вообще? Ну, к тому, что вы говорите, может, я украду товар, пронесу мне вам кассу. Вы мне сейчас заверяете, что я беру товар с полки, и он мой. Конечно, если я сделал отцепь на покупку. Нет, он еще числится на остатки в магазине, на СТС, это товар в магазине, до тех пор, пока вы не оплатите его. Если вы его оплатили, да, товар ваш, даже пустая пачка, которая, то есть товар, который вы съели, это ваш товар. Но до тех пор, пока вы его не оплатите, товар в магазине. Да, я вам немножко почитать, но в законе. Меня очень сильно коробит, когда людям говорят, добросовестным покупателям, что, а если вы его вынесете, вы украдете. Понимаете, вот только что несколько минут тому назад сказали, что, а вдруг вы с ним уйдете, не оплатите, то есть вам про пенис привели пример, вам это не понравилось. Ну, сейчас говорю, я вас понял. Нет, я вас понял, хорошо. У меня такая большая просьба, вот не употреблять данные выражения, потому что, согласно гражданскому законодательству, мы подразумеваем все добросовестные и порядочные. И чтобы ваши работники никогда не говорили таким образом про покупателей, не подразумевали, что они непорядочные и тому подобное. Вот поймаете человека, который что-то выносит, вот тогда и будете его обвинять. Человек, даже если употребил, там, не знаю, за столиками, там, булочку, которую он купил, а потом ее оплатил, естественно, по маркировке, он не совершает ничего плохого. Это первый момент. Второй момент, вот я просто слушал, я не подключался к разговору. Вот если у вас просроченное кофе, например, да, вы его кому даете анализацию? Тоже в магазине, тоже вот тем товарищам, которые, кого кормят, свиней, кого, кто есть кофе. Слушайте, вот с данным вопросом вы можете идти и обратиться, не знаю, на улицу, как похоже. Вот этой информацией я уже не владею. Но, согласно договору, пищевой отход, это значит, что у нас есть просрочный товар. Упаковка берется, режется, пищевой отход складывается, все в единый тыбовшный контейнер и отдается все это в пакете, не знаю, в коробке людям, которые это замечают. Смотрите, вот мне только один вопрос. Скажите, вы платите деньги за утилизацию, либо вам платят деньги? За утилизацию чего? Пищевых отходов. За эту утилизацию нам платят люди. Вот, понимаете, в чем парадокс? Вы должны платить деньги той организации, которая имеет рецензию на утилизацию пищевых отходов. Вы не имеете права вот так вот налево-направо продавать, там, я не знаю, в рестораны, я сейчас образно говорю, в рестораны там. Так даже не нужно ничего говорить, сейчас видите на камеру, что там образно-необразно, говорите, как есть. Я поправляю сразу, что говорю, что для окраски, для окраски, потому что вот. Слушайте, для окраски, потом другим людям говорить, еще раз говорю, мы никому направо-налево в плане каких-то фастфудов, ресторанов, ничего не отдаем. Но вы, может быть, и не отдаёте, отдаёте те организации, которым вы отдаёте. Ну, если это уже ответственно нищем. Всё правильно. Поэтому, поэтому, вы пищевые отходы должны утилизировать в установленном законном порядке. Вы не имеете права продавать за деньги пищевые отходы. Я вам открою секрет. Более того, вы должны деньги платить. Платить за то, что организация у вас эти отходы принимает и утилизирует. Не выбрасывает на свалку, а производит соответствующую утилизацию. Не кормит крыс на свалке и так далее. Понимаете? Запомните, не вам должны платить, а вы должны платить. И когда вы говорите о том, что кофе вы будете отдавать и тому прочее, вы торгуете. Это называется торговать со скидкой. Просрочкой со скидкой. Нет, слушайте, вы верно, вы как-то сами путаетесь между двигателями законами, а сами на своих словах самоуберзаетесь. Кому мы что торгуем? Кому мы что продаем? Я сказал, что мы сдаем пищевые отходы компании, с которой у нас заключен определенный договор по вывозу пищевого отхода. Мы никому ничего не продаем. Смотрите, любой договор между организациями и у вас организацией, он у вас неблаготворительный. Кто-то за что-то получает деньги. И вы на мой вопрос четко дали ответ, что вы получаете деньги за пищевые отходы. Да, очень верно. Это называется торговля. Вы не платите деньги за то, чтобы вы утилизировали товар. Вы наоборот торгуете. Уже вопрос законности, незаконности, это отдельная история. Вот смотрите, я как бы все-таки включусь в этот разговор по поводу предложения. Смотрите, назовем нас волонтерами. Мы тратим очень много времени, сил, усилий для того, чтобы в магазинах наших не было просрочки. Это ваша субъективная точка зрения. Я не буду ее... Вы хотите поймите выгоду. Я это уже прекрасно понял. Давайте вы тогда дослушайте меня до конца и не будете свою точку зрения вставлять. Потому что каждый... Я вот что хочу, вот сейчас стоит вставляю. Ну тогда просто не перебивайте меня, хорошо? Давайте я выскажу мысль. Мы разговариваем в диалоге. Хорошо, давайте тогда по очереди. Я выскажу мысль, и потом я буду... Обещаю, я не буду вас перебивать. Вот как до этого я сидел, я не буду перебивать. Я просто выскажу свое отношение к этому вопросу, а потом послушаю ваше. Я согласен, что оно может быть как бы с вашей точки правильное, но у меня есть свое мнение. Так вот, если возвращаясь к вопросу о том, чем мы занимаемся, мы занимаемся волонтерской деятельностью. То есть, по сути, мы занимаемся той работой, которой должен заниматься магазин. Те работники, которых, как вы говорите, не хватает. Да, мы делаем это, скажем так, как умеем. Но благодаря определенному опыту мы этому научились. Но в любом случае, когда мы это делаем, мы хотим видеть результат нашей работы. То есть, то, что не бесполезно мы этим делаем. То есть, мы собирали там час, два, три эту просрочку, потом отдаем там директору, там еще кому-то. И в итоге эта просрочка потом попадается, оказывается на прилавках. Я не буду говорить про конкретно ваши магазины. Я просто говорю, что это происходит. Это происходит с различной продукцией, с сырами, с конфетами. Ну, совсем-совсем-совсем. Очень много способов, как реализовать просрочку. Очень много способов. Выдавая заново новые сроки годности. То есть, новую дату якобы изготовления и так далее. Это с курицей, это совсем чем угодно. То есть, я не буду вам приводить все эти примеры. Поверьте, это существует. Не буду говорить про ваш магазин. Возможно, ваш магазин идеальный. Но есть магазины, где задокументировано, что это происходит. Именно поэтому мы иногда вызываем полицию. Но мы к чему пришли? К тому, что полиция едет, особенно наши вызовы, два, в лучшем случае, три, четыре, пять часов. Понимаете? Мы, ну, это называется, бить по рукам. Вот чтобы люди не занимались хорошей, с моей точки зрения, деятельностью, бьют по рукам. Почему? Ну, сотрудники... Ну, потому что, потому что, вот смотрите, человек, даже который занимается таким, ну, хорошим делом, потому что мы находим поддержку, потому что люди, скажем, поддерживают, говорят, что да, нужно, ну, так называемые магазины тухлопритоны очищать от этой просрочки и тому подобное, чтобы люди не покупали ни дети, ни бабушки там, которые, ну, ну, которые просто не следят за этим. Поверьте, я даже вот со своими знаниями, я тоже не слежу. Я много раз наступал на эти грабли, покупал просрочку. Более того, даже покупал не просрочку. Там, ну, прямо вот, подходит товар к истечению срока годности, ты его начинаешь пробовать, а он уже испортился. Ну, то есть, ну, сроки, это условия хранения нарушены, то есть, все. С одной стороны, вроде и предъявить, как бы, нечего, на эти китки написано, что еще в пределах, да? Поэтому я всегда, когда я выбираю, ну, это я сейчас уже знаю, как это делать. Я лезу как можно дальше, достаю как можно дальше, потому что просрочка обычно стоит впереди, впереди. Вот. К чему это я все говорю? К тому, что есть предложение, которое я хотел бы, чтобы все-таки выслушали Дениса Анатольевича. Чтобы вы выслушали, в чем оно заключается. А потом вы уже скажете, нужно вам это, не нужно. Я вам поясню, в чем именно суть. Вот данное видео, которое мы сейчас снимаем, и наше предложение, оно, как бы, чем продиктовано? Тем, чтобы, с одной стороны, нас не обвиняли, что у вас что-то там требуем и тому подобное. И, с другой стороны, чтобы люди видели, что мы обращаемся к вам, мы вам предлагаем какие-то конструктивные, ну, вопросы, там, пытаемся с вами решить, чтобы, ну, продуктивно решать вопросы. Продуктивно, понимаете? Ну, я с вами согласен, по-моему, что нужно решать какие-то вопросы. Но вы предлагаете, я вот вы мне предложили, когда этот волонтерский буду забирать его, я еще говорю, я от лица компании против. Я от лица компании против. Если вы сможете организовать моментальное уничтожение просрочки, чтобы мы не тратили лишнее времени, там, час, два, три, десять, чтобы мы не бегали за этим директором, не ждали, то есть, вот это лишнее общение с руководством и работниками магазина не вели, если вы сможете при нас быстро утилизировать, вопросов нет. Просто знаете, в чем проблема? Все магазины максимально пытаются отобрать, буквально говорю, отобрать просрочку, там, с применением даже физической силы и тому подобное. Ну, как бы, есть на видео даже. В вашем магазине. Где? Что зовут? Книповича 31а. Когда это было? В 17-ом, по-моему, да? Воруют даже. Понимаете, вот отвернулись. А? Когда это было? Понимаете, вы можете в интернете посмотреть. Если вдруг вы находите, я предлагаю вам записать номер телефона Александра и мой, я отвечаю за еще Мурманскую область, Александр отвечает за Ленинский район, Мурманск. Но мы всегда в основном телефоне. Даже в случае, если мы там не возьмем трубку, там, может, там, ватсар, посредством сообщений нам написать, что мы тут, вот, нашли вот это, на нас там не реагируют, к примеру, просто к примеру. Если кто-то из этих сотрудников будет что-то как-то препятствовать или будет, не дай бог, там, как-то агрессивно себя вести или высказываться неправильными словами, может, нам нужно сразу сообщить. От лица департамента безопасности я вам гарантирую, что, ну, этот товар будет списан и утилизирован. Если я узнаю, что кто-то из моих сотрудников торгует просроченным товаром с целью дальнейшего употребления его в пищу, человек работает в нашей компании и не будет. То есть, правильно я вас понял? Если вот я завтра, после сегодняшнего разговора, приношу видеозапись, где я опровергаю то, что вот сейчас вы сказали, вы этого человека сразу же увольняете? Я сказал, вплоть до увольнения. Войбереден полный разбор с ничего. А как мы увидим результат? Что его сказали не молодец, а получи, так сказать, взыскание какое-то? Ну, слушайте, я тоже там дальнейшее, думаю, коммерческое, это тайна, да, у нас в компании. Ну, я думаю, здесь на основном как-то мне поверили. Директор Наталья, помню даже, как ее зовут, прям под видео обещает, все, вот так красиво все звучит. Я ей говорю, что вот, Наталья, вот сейчас вы мне на видео все сказали, вы имейте в виду, что потом, когда я завтра, послезавтра, через неделю приду, и если я обнаружу все те же самые замечания, я ваше вот это вот обещание выложу. И как вы думаете, чем все закончилось? Ну, выложили, наверное. Утилизировать эту просрочку при нас. Конечно, моментально, при вас. Да, вопросов нет. Саш, надо вот прям вот со всеми, с ССБ сегодня сейчас созвониться. Ну, нужно только время, мы уже случайно. И в кое время? Списать должны. Ну, списать только время, да. Десять минут. То есть, я специально тогда буду непрерывно, с момента, как мы зафиксировали просрочку, предъявили на утилизацию, и прям без остановки я буду вам предоставлять материал, в котором будет видно, что сколько это занимает по времени. Если это занимает 30 минут, ну, то есть не 10 минут, как вы сказали, да, а там 30, час, два, если скандал... Если это занимает уже больше 10 минут, вы ставите в известность. Вот. Александр или у меня? Вот если вы дадите руководителям распоряжения, директорам магазина... Слушайте, я выше руководителей магазинов. Если я сказал, вот это сделать, значит, вот так и директора. Да. Ну, посмотрим. Если еще раз говорю, мы, ну, говоришь, мы к диалогу готовы. Я за то, чтобы действительно уровень доверия наших гостей, к нашей торговой сети только рос. Повторюсь еще раз, мы против, категорически против того, чтобы просрочек попадал на внутренний наш малый день. Если, ну, реально такое может быть случается, ну, я не знаю. Ну, честно говоря, это оправдание не подлежит. Не подлежит. В любом случае это наказуемо. Ну, в рамках дисциплинарных, ну, дисциплинарных характеров, ребенок будет наложен на сотрудника, который ответственен там за отделы, за магазин, и к каждому моменту точно мы разбираемся. А как же в этой ситуации будет договор с той организацией, которую вы отдаёте продукты? А что они будут недополучать? Ну, значит, так получилось. Значит, вы... Ну, и здесь... Конечно, значит, они получаются, но составят у нас там обращение и не будут платить нам деньги. Скорее всего, будет это так. Ну, как я понимаю. Это ты еще рублей с магазина, да? Слушай, я не знаю точно. То есть, получается, мы нарушаем вот этот ваш какой-то некий договор, да? С теми, кто вам платит за просрочку. Слушай, я, честно говоря, не знаю, это является нарушением, не является нарушением. Я без понятия. Ну, интерес... Ваш интерес, понимаете? Вот сейчас прослеживается ваш интерес. Прослеживается интерес в чем? В том, чтобы все-таки продать эту просрочку тем организациям, которые у вас ее покупают. У меня интерес прослеживается. Конечно. Ну, лично у вас. Я когда говорю, что у вас имеется в виду организация. Нет, наш интерес заключается в том, что у нас не было просрочки на магазинах. Это, по-ректе, важнее любого, мне кажется, договора или договоренности. Все. Вы пришли сюда с целью какой? Чтобы мы с вами как-то наладили путь в коммуникацию. Правильно я понимаю? Чтобы мы исключили в магазин торговой степи «Дерочка» наличие просрочки продажи. Правильно я понимаю? Это все правильно. С вами это обговорили? Обговорив. Какие вы еще дополнительные комментарии у меня хотите получить? Сейчас говорю, мы готовы. Мы с удовольствием пойдем с вами на диалог и будем всеми доступными методами исключать подобное. Еще один вопрос. Вы сказали, что мы, если заберем просрочку, то есть мы свой интерес какой-то в этом. Да, как же, немножко глубовато сказали. Ну, то есть он... Все-таки, вот почему мы собрали просрочку, вы не хотите нам отдать? Ну, вот это интересно. А может, это просрочная продукция? Ну, я же и купил. Ну, и сделан вам в дневный возврат денежных средств. Ну, почему я должен его вернуть? Почему я держу? Вы вот делали возврат денежных средств. Что там, возврат, товар. Правильно? Нет. 130, ты огражден на Сполководку. Что там прописано? Что даже имеют при... Что при возврате денег за просроченный товар, продавец не вправе снижать стоимость за частичный либо полностью утраченный товар. 503-я статья говорит о том, что вы вправе потребовать возврата товара, но не вправе уменьшать сумму возврата денег с учетом того, что товар уже был, допустим, израсходован, частично там... Я вообще ничего не говорю прочно. То есть, это ваше право. То есть, это ваше право, право потребовать обратно. Ну, смотрите, вот даже если... Вот, пошел я что-то купил, домой пришел с пакетами тяжелыми, дома обнаружил, что у меня там что-то просроченное, и пришел в магазин с этим чеком. Говорю, вот вы мне продали там тот-то, тот-то. Не знаю, сфотографировал, и на кассе показывают фотографию. Они говорят, верните товар. Вы что, думаете, я побегу обратно за товаром? Даже если у меня еще дома остался, если я у него не выкинул мусорное ведро, да? Вы слышали, я вам говорил про обещание, которое торговая сеть дает нашим гостям. Какое? Вы не слушаете меня? Слышу, без чека и без товара. Совершенно верно. Это не ваше обещание, это по законодательству так. Вы не имеете право требовать чек. Это сервис обещания торговой сети пятерочек. Ну, это законодательство Российской Федерации. Какие товары не подлежат возврату? Есть определенный перечень, которые не подлежат возврату. Я, конечно, знаю. Но торговая сеть пятерочка идет навстречу гостям, даже если происходит возврата этих товаров. Смотрите, это очень плохо. Это очень плохо, если вы принимаете обратно продукты питания. Понимаете, есть такое понятие возврат товара, а есть понятие продажа некачественных продуктов. Вот если мне не понравился, условно говоря, хлеб, который качественный, все-все-все-все нормально, а я его вам просто возвращаю. И вы его обратно принимаете, потом выкладываете на прилавок, его кто-то покупает другой. Вот это запрещено. Но вы так сейчас сказали. Кто так сейчас сказал? Вы так сказали. Где я так сказал? Вы начнете хотя бы... Вы не путайте перечень товаров. Вы начнете меня слушать, пожалуйста, когда я вам говорю правильные вещи. Еще раз говорю, если покупателю товар не понравился, мы возвращаем ему деньги. Товар утилизируется. Сообщается ответственным категорийным сотрудникам, которые отвечают за группу. И начинает вести делок с поставщиками. Чтобы товар, качество товара было сделано в другом порядке. Чтобы вы посмотрели качество. Представляешь, что сейчас... Подожди, я сейчас, знаете, что я услышал от вас? Законодательство Российской Федерации запрещает возвращать определенные товары. Лекарства, продукты питания, там большой перечень товаров. А вы говорите, нет, мы обратно принимаем товары. То есть вы сейчас хотите сказать, я сейчас... Послушайте, я сейчас пойду в магазин, ну возьму что-нибудь, я не знаю. И мне что-то не понравится. Я вам верну, и мне без проблем верну деньги. Я вас могу сейчас... Плохой качество товара? Да, совершенно верно. Вот, смотрите, в чем фишечка. Запомните, не надо... Жаль, там высок, к примеру. Там, ну, мало, там, скисливый, как оказалось. Не надо путать. Возврат товара без объяснения причин. И возврат некачественного товара. Это две разные вещи, понимаете? Есть перечень товара, который ты возвращаешь просто, он тебе чем-то не подходит. Ну, вот цвет не понравился. Не так смотрится. Понимаете? Есть понятие, когда я возвращаю, некачественный товар. Это не входит в список товаров, которые не подлежат обмену или возврату утвержденным правительством Российской Федерации. Это разные вещи. Любой товар, если он некачественный, вы обязаны его обратно принять. И никаких там две недели не распространяется. Хоть месяц пройдет, понимаете? За финалом нашу беседу следующим образом. Я понял, что на данный момент нужно, скажем так, отложить нашу беседу, потому что на данный момент мы никакому результату не придем, потому что с вашей точки зрения будет происходить так, как вы себе нафантазировали, возможно, потому что я вам говорю, что этого не будет. И отложим примерно на недельку, может, там чуть побольше. И мы к вам придем уже с конкретным материалом. Материалом, в котором будут опровергнуты все ваши слова. Мы сейчас возьмем телефончик о том, что если мы что-то обнаружим, допустим, мы вам звоним, и мы засекаем, за сколько времени решится тот или иной вопрос. Возможно, мы даже не будем вам звонить, и в идеале будет решаться все от и до. То есть нам не будут хамить, нам будут содействовать, нас не будут охранить такие, как-то там, ну, знаете, да, как там есть определенные охранники, себя ведут. Если это будет, ради бога, тогда наша цель будет достигнута и без той меры, которую мы вам хотели предложить. Потому что я еще раз повторюсь, может быть, за Дениса скажу, что мы хотели брать этот товар и не возвращать в магазин не с целью там, ну, я не знаю, там, для себя там или еще как-то, чтобы вы это понимали четко, потому что у вас прозвучало, что вы думаете, что это так. А с целью того, чтобы этот товар не оказался вновь на реализации. Я не говорю, что там вы плохие либо хорошие, просто есть основания из нашего опыта полагать так, что этот товар будет все равно выставлен на реализацию, потому что наглядно мы это много раз видели. Это с сырами, с нарезками там колбасными, это видно и наглядно, понимаете. То есть берем телефончик. Это было зафиксировано в торговой сети «пятерочка», что выкладывали. Это было во многих сетях зафиксировано. Вот смотрите. Слушайте, ну вот давайте все-таки, я не отвечаю за другие торговые сети, я отвечаю за торговые сети. Хорошо, я вам давайте торопедный магазин приведу, есть видеоролик. Задал ответный вопрос. Это было зафиксировано в торговой сети «пятерочка», чтобы вы обновили. Наплевали руководители магазина «пятерочки» на выезде из Мурманска, вот этот Героев Рыбачева, вот там есть магазин, есть большое видео часовое. Я дважды заходил в этот магазин, значит, я зашел в магазин, тогда еще был масочный режим, я как раз Денис Анатольевич лежал в больнице, купил ему воду там, и он попросил сигарет купить. И мне отказали обслуживать на кассе. Я говорю, ну хорошо, ладно. Развернулся, пошел в торговый зал, ну там йогурт просроченный взял, взял, это говорю, что ну давайте, если вы считаете, что я что-то нарушаю, то и вы не нарушайте. Предложил вызвать участкового, короче, мирно договорились, что как бы они при мне утилизируют этот йогурт, как бы мне без маски пробивают, я уезжаю, все. А приехала охрана, ГБР вызвали, там все нормально. Ну, поскольку все решено, все, я сотрудников полиции отменил, при мне утилизировали, уже все, начало уходить из магазина. И мне ваш работник спину кричит, такие, ну, буду говорить прямо неприличные слова, что обосрался, ваш работник мне кричит. Ну, естественно, я должен был остаться. Что значит, что я обосрался? Я говорю, ах, я обосрался. И началась, скажем так, вторая серия. Есть такая поговорка, рыба гьет с головы. Если руководитель не знает вот этих элементарных норм, о которых мы уже много раз говорим, то, ну, как могут знать ваши подчиненные? В каждом видеоролике мы ссылаемся на этот Санпин, на пункт там 3.7.1, по-моему. Ссылаемся на эту статью 4, там 4.1, 4.2 технического регламента того можно союза. Там четко прописано, в каждом ролике, там, в комментариях все это пишет. И вы каждый раз говорите, что мы это можем. Решение судов прикладываем, и вы говорите, что это можно. При вас снимаем с утилизации, при сотрудниках полиции. Это касательно хлеба? Это касательно и хлеба, это касательно и сыров, и колбасы. Какой колбасы, как сыров? Ну, Денис Анатольевич. Нет, ну то, что хлеб, они не имеют права держать. Ну, понятно, что там неизвестно. Я, более того, когда этот ролик я снимал, как раз тогда было отравление. В Москве, по-моему, арбузами там отравились. Потом выяснили там уборщики, когда что-то там полыли, что-то там мыли, вот этим химикатами обрызгивали. И как-то на арбузы это попало, и семья там отравилась, умерли там, чуть ли не вся семья умерла. Я как раз тогда, мне даже на том ролике это зафиксировано, что я вот, когда ГБР состоит, я говорю, вот, что, какая пыль, что садится на эти булочки, какие крысы бегают и тому подобное. Даже вот в ролике по-мурманскому, там, не помню, какой магазин, может быть и ваша сеть, может быть и ваша сеть, прям видно, как крысы прям и по хлебу бегают, и там, ну, видел? Да, ты шпионал. А, это да, 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 да. Это в Бурманский происходит, это в ваших магазинах. Это и в моих магазинах. Либо пятерочка, либо перекресток. Перекресток, которые относятся к едимой сети, да, и кстати, группа. Я отвечаю за... Ну, при чем? Ну, при чем? Ну, вот перекресток фасует, был. Ну, нет. Ну. А мы не делаем, у нас нет там готовой продукции, там, да, какие сосиски, что-то там, как-то там. Вы булочки, которые выпекаете, вы до сих пор не фасуете? Может, возьмем, пожалуйста? Да. Все, давайте завязываем. Берем телефончик, тогда мы к вам приходим. Надеюсь, все... Если все будет хорошо, Гладко, мы к вам не придем. Если на самом деле то, что вы нам пообещали, не будет выполнено, мы к вам все-таки придем опять с нашим предложением, вы его до конца выслушаете. Ага. И в итоге вы эту просрочку не будете продавать, а по поводу законности вашей продажи просрочки к тем организациям я отдельно вам напишу письмо. Смотрите, касательно того, к нашей будущей встрече, сообщите, пожалуйста, мне хотя бы дней за десять. Хорошо, обязательно. Чтобы не было такого, что он тут за час, и вот не о том, что вы к нам приехали. Хорошо. И в чем-то мы тут хотим. Да. Ну, это вам не сложно сделать. Да, окей, хорошо. Телефончик саждашь свой? Если, да, какая-то есть проблема в магазине, сообщите, Александр. Александр там, если не реагирует в течение пяти минут, нет, значит, сообщайте. Там уже я буду подключаться. Все? Да. Ну что, хотелось бы сделать заключение данным разговором с руководством Пятерочки. Ну, вывод какой. Они не хотят. Им выгодно продать просрочку. И, как он сказал, им не важно, куда она пойдет. В пищу, в какой-нибудь ресторан, в магазин, опять же. В эти частые магазинчики будете реализовываться. То же самое кофе. Как он сказал, всыпают все одно. Простите, если вы продаете животного, значит, должно быть все разделено. Ну, насколько я знаю, они продают все в своих заводских упаковках. Специально будут тянуть время. Вот, да, вот сейчас мы, да, вот начальник там. Мы не будем столько времени не ждать. То есть мы тратим полтора часа на магазин, все это взимаем, смотрим. И потом при нас, понятно, никто не будет утилизировать, потому что они теряют деньги, живые деньги за эту просрочку. Реализовывать. Реализовывать. Вообще запрещено законом. Какая разница? Куда они реализовывают? Они за это бабки получают. Они должны заплатить человеку, если он забирает в них. Утилизировать, что он должен утилизировать, им лицензия там и так далее. Без разницы. Вы думаете, о, там лохи в магазинах покупают какую-то фигню там. А мы такие молодцы, ходим в кафешки, рестораны, шашлычки покупаем. Конечно, да, это мое субъективное мнение. Но подумайте вы сами, откуда же все это берется, если они покупают все по рублю в магазине за килограмм. Мясо, курица, кофе. Это вообще все продукты. Вы приходите в ресторанчик, такие довольные, ой, для нас вязачок приготовили, да ладно вам. Уже надо открыть глаза и посмотреть на мир все-таки трезво. Чем вас кормят? О том Богу известно. И, возможно, вот таким руководителем магазина Пятерочка. Ну, как-то так. Думайте, решайте сами. Находим просрочку и показываем, как они утилизируют ее. Потому что одно дело, если они у нас будут утилизировать, посмотрим, как они будут у вас утилизировать. Поэтому подключаемся, выявляем и даем руководителю под видеозапись утилизировать. Как обещал Артем, 5-10 минут. Если что, звоните. Мы решим этот вопрос. И подъедем. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.